Так, попытка номер два. Скажите, у вас тоже так? Вот вы сидите дома или там лежите на кровати, нифига не делаете. Рядом лежит заряженный телефон, всё. Хоть бы какая собака позвонила или написала. Никто. Больше скажу, будешь звонить, трубку не возьмут. Но если ты вот чем-то занят, по типу как видео снимаешь, разговариваешь с клиентом, у моего, допустим, начинается мандраж. Я пока иду, я пять минут иду, они уже три раза позвонят. Вот что сказать этому человеку? Капец какой-то. Ой, пипец. Короче, по поводу подкормок я вам говорю, не занимайтесь ерундой. Вот того нальём, вот этого нальём, вот этого. Во-первых, все биологические препараты убиваются химией. То есть ты не можешь мешать биологию и химию. Нельзя, допустим, брать, допустим, химическое удобрение, биологическое, и мешать их вместе. Нельзя. Вот. Потому что химия убьёт биологию. Это бессмысленная трата денег и времени. Второе. Вы никогда не рассчитаете правильно. А вот если у вас реально рабочий раствор, рабочие препараты, и вы их намешаете в кучу и переборщите, то вероятность того, что вы спалите корневую у своих растений или листву, огромная. Я молодец, я два раза полила. Вот сейчас мне выйдут, по шеям насуют, за то, что я с телефоном иду. Извините, пожалуйста, разговариваю. Правильно сделаю? Вот. Это как-то вот так, чтобы типа я красавица. Короче. У нас тут дожди в эти дни сыро. У меня, ребят, скоро истерика будет. Ночью 2 градуса. А у меня всё стоит мокрое на улице. Потому что у меня, ну как сказать, в том году были поменьше многие. Вот, допустим, Рашмар, Эйвен этот, зараза такая. Потом кто? Мараканочка, Лариска Агудалова. Эти ребятки были поменьше размером. И за счёт этого они, опа, побежали. А мы бежим по правильному, мы по переходу бежим. Пишу на год. Короче, и за счёт того, что они были меньше, они не так страдали в помещении. А в этом году они больше, они тупо не влазят. Понимаешь? Вот стреляйся. Слушайте, может вы у меня такие умные все? А ну-ка, расскажите вы мне. Как мне Жозефину быстрее выходить? Ну я-то знаю, что на самом деле её никак ты её не раскачаешь. Это бесполезное дело. Это трата времени и денег зазря. Ещё и растения убить можно. Вот. По поводу писали на WhatsApp. Девушка писала, спрашивала, почему такие чёрные листья стали. Я могу вам объяснить. Она мне просто написала, что у неё, у невести стояли. Короче, они сделали заказ. Они пожелтевшие пришли. Ну не полностью. Вначале часть была зелёная. Потом, как это всегда происходит, через пару дней они пожелтели. И часть этих жёлтых листьев, соответственно, отмирать начала. Вот. И она говорит, пока они стояли у невестки в теплице, они были жёлтенькие. А потом, говорит, они, как вот у вас, почернели. Ну я-то знаю, почему почернели. А почернели они потому, что она их занесла в дом. Она их забрала у невестки и занесла в дом. А в доме-то температура выше, влажность сильнее. И вот эти, которые не живые, жёлтые, они высохли все. Вот и всё. Одна вот женщина, она писала, что она принципиально всю жёлтую листью срезает. Типа, чтобы растение не тратило силы на питание этой листью. Ну, вы знаете, если честно, я и так, и так пробовала. Но у меня есть такая фишка, я же ненормальная. У меня, знаете, какая фишка? Вот если у меня листа нету, а палка есть, всё. Я спать не буду, жить не буду. Мне надо эту палку выдрать. Помните, я вам Жозефину эту свою страшную показывала? И у неё там зелёненькое такое я показывала, а перед этим сухую палочку убирала с листиком. Так вот, это новая точка роста. Если бы я выломала палку зелёной, точки роста этой точно не было бы. Вот поэтому я и говорю, не трожьте, не трожьте. Ребята, дорогие мои, подождите, потерпите. Скоро теплицу расставим. Обещаю, буду стараться каждый день хотя бы по одному видео пилить. Вот. Кстати, если хотите, моё предложение насчёт очень дорогой новинки в складчину актуально. Кому интересно, пишите на WhatsApp. Всё вместе скинемся и купим. Шоп наблюдать всем каналом. Я сама не буду. Я узнавала. Вот мне очень нравится этот принцесса Турдандант какой-то. Красивая очень. Ну, 20 тысяч, ребят. Не меньше дорого. У меня таких денег нет. Я больше скажу. У меня вообще теперь денег нет. Я всё в ипотеку уготила вчера. Вот так вот. Ну, что, вроде всё нарассказывала. Пока прогулялась, а как-то полегче стало. Плюс мне несколько человек написали. Хорошие, ну, свои отзывы. Вы знаете, я скриншоты поделала и всё повыкладывала. А оно нихрена не видно на Ютубе. Так, кто у нас ютубер продвинутый? Ну, расскажите, что у меня в этих статьях, как они называются. Почему у меня в них не видно картинки? Я же старалась. Вот это зря скриншоты делала. Пипец какой-то. У меня даже женщина одна прям прислала свои вот фотки. Прям сразу она посмотрела. Видео пересказала. Можете выкладывать, прям не замазывая. Я спросила, разрешила. Я всё выложила, его не видно. Ну, что за фигня? Пипец. Звая, как три собаки. Ой, послушайте, я вам покажу. Какие я батареи купила. Я, правда, срок брала. Что-то тысячи по три, по-моему. Четыре штуки взяла. Сейчас покажу. Будет у нас модно. Тепличка. Новый домик для моих девочек. Домик, да? Новый, старый. Садите. Вот такие. Вот так вот у меня будет. Ага, там видно? Видно? Вот. Короче. Четыре батареи будет. Ещё плёнку взяла. Тоже что-то тысячи три за неё отдала, по-моему. А проволоку, свет, лампы будут там. Позже черенки буду ставить вниз. И буду подсветку включать, конечно. Вот. Вот мои череночки пересаживала. Дядечка какой. Какой кабанчик, кабанчик мамонт. А ну-ка, кабанчик кто-то такой. Это минует мой. Вот эти. Ну, это молодой. Черенок. А это кто такой? А это мой кардинал. Я решила сделать себе дубль. Так как у меня сдох. Предыдущий дубль. А сдох знаете почему? Потому что я дура. Сама виновата. Нафига я его накормила так? Так, а это кто такая? Это мой дубль Айгуль. Она, кстати, девочка медленно растущая. И укореняется она тоже фигово. Очень фигово. Так, а это шелк львовый сумерк. Я думаю. Такой. Так. Вот это, представьте, мои страдалицы. Вот они вот тут, вот они стоят. Гляньте, помните, показывала новинку, которая зацветала. Вот она до сих пор цветет. А там он еще кто-то, гляньте, красотун мой раскрывается. Не могу нормально показать. Так. А мой юзис персей. Зараза. Представляете, выше колена. Как вам показать? Гляньте, докуда у него. Вот такой большой. Что-то там цветет, но он листья скидывает. Он показывает, что холодно скоро будет. Все. Всех целую, обнимаю. Пишите. Пишите. Хорошее пишите. Плохое пишите. Но. Ой, короче. Будем как-то воевать. Я же хотела честный канал. Вот, пожалуйста. Получай фашист гранату, как говорится. Как говорил начальник. Был у меня начальник один, Алексей. Так вот он говорил, дураков работа любит. То про меня он говорил, ребят. Как уже хочется быстрее все закончить. И чтоб красотинь была. Певец. Я все колотеи заморозила. Надо их садик отдать, чтобы подохнуть, ребят. Ладно, всем пока. Всех целую, обнимаю.